Кофе, как я говорил, относится к веществам, мы были на этой лекции, когда я говорил об этом, которые называют на санскрите виша-самана-драви, да, то есть это вещества, с самым словом вещество надо еще как бы объяснить, что это значит в аюбиде, вещество, вещество означает то, что уже создано, как уже существует в природе, да, вот, это называется драви. Допустим, там апельсин вот висит на дереве, допустим, это уже драви, вот его рассматривают как отдельное вещество, апельсин называется, вот, то же самое и кофе касается, ведь кофе, оно уже создано для чего-то в природе, да, и кофеин, он используется в медицине, например, используется же кофеин. Ну да, используется, как лекарственное средство используется, вам вот продается кофеин, до какой-то цели же он существует, вот, соответственно, то есть если вы умеете как бы с этим обращаться с кофеином, то вопрос к вам у меня, это кофеин, он как бы, ну, вредный или полезный? Да не от количества зависит, зависит от правильного, от контекста употребления, то есть вы понимаете, для чего вы это употребляете или не понимаете? Поэтому я пытался вас спросить, для чего вы употребляете кофе, то есть если вам просто нравится кофе вкус, то попробуйте принимать без кофеина, если вы опасаетесь именно влияния на нервную систему, там, или на суставы, там, как вам говорят, да, то есть, ну, кофе на суставы, ну, единственное, что, как бы, косвенно он может влиять на суставы, из-за того, что горький, как бы, и содержит кофеин, то есть увеличивается вата душа, соответственно, только в этом контексте, а так, то есть он увеличивает вату. Но при этом он бодрит, проясняет сознание, мыслительные процессы становятся, как бы, более, такие, активные, да? Вот, если, то есть, понимаете, вопрос лишь в том, чтобы не стать рабом вещества. Вот, в Абхагаде, понимаете, описано буквально все. Можно следующий вопрос. Нет, нет, подождите, я хотел просто вам еще тут есть, есть просто классические тексты такие, ну, средневековые, которые описывают кофе. Я просто хотел вам зачитать, как вот это все звучит, правда, плохо работает на сразу, но сейчас не лучше. Поэтому, ну, как бы, надо спокойнее ко всему относиться к подобным вещам. И да, ну, вот была дискуссия, вот, с Михаилом, Михаил там вступил в нее с одним товарищем, прокчайным. А, с Гарценштейном. А, с Гарценштейном, да, с кем, я не хотел говорить, с кем, с Гарценштейном, да. Да, она звучит, давай. И там такое было, просто фанатичные какие-то такие доводы, типа, нельзя и все. А что нельзя и все, ну, то есть, ну, ему привели примеры, как раз вот, людей, которые, глядь, мировыми учителями, как бы, мировыми причинами йоги, да, которые кричат. Все, всю жизнь. Это не мешает им никаким образом, то есть. Если вы чувствуете, что вам кофе начинает как-то влиять на ваше здоровье плохо, вот это уже надо тогда убирать. Когда люди становятся кофеманами, когда у них там тахикардия начинается, там давление повышенное, там, они такие все возбужденные, перевозбужденные, нервные, да. Какой кофе? Кофе их просто приведет в еще более патологическое состояние, да. А если там, допустим, человек капка конституции, там, с утра встает, и для того, чтобы он раскачался, ему надо 3 часа просто, да, чтобы он просто проснулся. Ну, ему лучше кофе в постель подать, он соскочит сразу, как жир, там, зубы щетит, понимаете. Вот, то есть, вопрос просто целесообразности. А если вата капха? Вата капха? Да. Когда есть самсарга ваты и капхи, то тогда капха имеет большее влияние, чем вата. Почему? Потому что когда вата, вот сейчас я консультировал. Нет. Мы с ней говорили, а, вот, туда вот, смотри. Мы говорили об этих самсаргах, то есть, когда соединяются две Доши, то есть, допустим, кто-то, по-моему, вы же вчера хотели это вопрос задать, да? Да. Ну, мы еще к нему, может, вернемся, но если я сейчас не отвечу полностью. То есть, когда соединяются две Доши, допустим, с ватой, да? Мы берем в контексте, потому что вопрос про вата капхи. Вата является йога-вахи, ее называют. Йога-вахи означает, что она, с чем-то соединяясь, вата, это вообще он. Ну, у нас Доши, ну, Доши она нам будет называть. Как-то по-русски я более так. Когда соединяется вата, соединяется с другой Доши, она принимает на себя свойства этой Доши. То есть, допустим, вата с капхой, то тогда будет больше правильный именно свойств капхи. Потому что вата, она еще возьмет на себя и усилит свойства капхи. То есть, она, как бы, является катализатором того, с чем она соединяется. Если вы с питой соединяете, вот, допустим, соединение ваты и питой, как лечить и что лечить? Какую Дошу лечить вперед или какую вообще лечить? То есть, ну, соединение ваты и капхи, там, какая-нибудь болезнь, там, бронхиальная астма. Чаще всего, 90% случаев, это как раз капха-вата, самсарга. И вопрос, что лечить, вату или капху? То есть, все действия должны быть направлены, в первую очередь, против капхи. Ну, там есть еще действия направлены на вату, но они, в основном, такого направляющего характера, то есть, нормализующего течением и направлением вектора движения вата Доши. Оно ломано, то, что называют. Вот, ну, то есть, действия, в основном, должны быть против капхи, присоединения к капхи и вату. Поэтому вам тоже, может быть, сложновато там проснуться с утра, если вата капхи конструируется. Нет. Ну, тут надо осторожнее быть, потому что вата все-таки, она присутствует, и можно, как бы, если перебарить кофе немножко, то можно перевозбудиться. Вот. Поэтому, ну, тут надо спокойнее ко всему, вообще надо ко всему спокойнее относиться, без фанатизма, без каких-то стереотипов, стараться осознанно разобраться с этим. Почему кофе, оно, оно, с этим можно говорить уже, да? По современным меркам. Возрешили я так сразу беспокоился. Помню, потому что у меня все кофе почему-то. Тон, по-ану. Нет, это черный, то воде один кофе и один булочки. Да, да, да. Такой старый, я не видел. А может, с вами еще вопрос? Ну, я думаю, да. Сейчас пока загрузится, вопрос загрузится долго, я еще поднимусь, когда зачитаю. Да, давайте, какие-то интересные. Есть ли рекомендации, аэрометические рекомендации по поводу продуктов и препаратов, которые могут улучшить гибкость суставов, гибкость и растяженность ткани вообще? Есть? Есть? Откажите. На вопрос был есть. Ответ есть. Следующий вопрос. Откажите. Наиболее гибкими являются люди с пит-то-конституцией. У них наиболее тканекие, как сказать, способные растягивать гибкость, потому что связано с растяжением, правильно? Но у них другая проблема есть, это малая эластичность. То есть, эластичность это означает, растянули и назад гнулись, как резинка, да, растянули и назад гнулись. А если какой-то там, не знаю, полиэтилен, как растянули, он назад не возвращается. То есть, нет эластичности. Вот это как бы проблема у пит-то. У них эластичность страдает. У них как бы такие, ну, соединенные ткани, она растягивается, но эластичности нет. Например, они рано очень, у них морщины на коже появляются. Раньше, чем у других, у людей пит-то-конституция. Это связано именно с такой, с малой эластичностью. С другой стороны, у них, ну, если в норме, как бы, пит-то, то она достаточно гибкая. То есть, к чему я это все говорю? Что нужно сначала понять конституциональные, как бы, возможности, да. То есть, меньше гибкая, самая негибкая конституция, это какая какая-то? Вата. Вата, конечно. Затем стоит каппа, а самая вот такая, ну, растяжимая, скажем так, это бить. Вот. А вы свой конституциональный тип понимаете? Вы про себя спрашиваете? Нет, я спрашиваю вообще. Вообще? У вас, я думаю, когда нет такой проблемы, да? С другой стороны. Потому что у вас конституциональный тип какой? Вздохнули тяжело, но у вас доминирует гибкая, это однозначно. Мне, мне, ну, расскажется, что у меня три души, и все они вышли из инвалидности. Ну, раз, каждый день у нас все три души вышли из инвалидности, но, как бы, поэтому есть люди, которые просто глянут со стороны и скажут. Потому что самим нам очень часто много чего кажется. Да. Вот. Даже считается, что врач, он не должен сам себя лечить, потому что он может ошибаться очень сильно из-за каких-то субъективных таких восприятий себя неправильных. Вот. Тут надо очень большой, на самом деле, разговор. Если вы готовы, то мы можем, там, минут, там, может, тридцать придется пройти. Нравится, я вам куплю разглашать, потому что чуглишь не будет. Сейчас я еще про кофе скажу, чтобы закруглить. Посмотрите, кофе как описывают. Поздние неганту, это неганту. То есть неганту, это такие сборники, словари такие, вообще, на самом деле, которые, во-первых, описывают синонимический ряд каждого растения. Например, там, нет растения, но у него есть бозоним, так называемый, то есть основное название, и синонимы, да. И эти синонимы, они несут в себе какую-то информацию. Всегда. То есть они просто так не перечисляются. То есть, допустим, о форме растения, о его месте произрастания, допустим. Ну, то есть для определения, например, очень важно. Либо какие-то свойства и действия растения, например, какого-то, там, минерала, это не важно. Все это синонимы, то есть они в названии отражены, да. Эти названия перечисляются, а потом уже перечисляются свойства конкретного вот этого вещества, да. И такие целые есть такие своды, такие словари, которые обязательно врачи аюрведические должны просто заучивать буквально наизусть, потому что говорится, что врач аюрведы, который не знает ниган, то есть вот эти словари, сырьевые, он подобен воину без оружия, там, всякие такие приводятся примеры, и далее говорится, он достоин смеяния. Над ним надо просто смеяться. Рекомендуется посмеяться. Если он говорит, что он занимается аюрведой, при этом не знает свойствам продуктов, растений, или ошибается в них очень сильно, ну, это не соответствует нигану, то над ним надо смеяться. Ну, поэтому, а есть, то есть, кофе же не был известен как бы в Индии, да, и как и чай, там, помидоры, не знаю, все позже пришло, да. И вот эти поздние тексты, они включают в себя эти новые всякие продукты, и вот кофе попало таким образом, попало, попало, кофе попало в ниганку. И вот как это описывается. Кофе избавляет от сонливости, я не могу санскритку, читать вам по-русски. Кофе избавляет от сонливости и усталости. Вот есть сонливость, усталость. Особенно ментальная усталость, когда, как бы, ум истощен, да, но только надо знать, что, я сразу некоторые буду ремаркнуть и делать, что кофе как бы задействует ресурсы, собственно, собственные ресурсы. Он энергии как таковой не несет, такой тонизирующий, да, укрепляющий, там, допустим, тот же самый, там, вот, деятельность инструкции. Он ее просто стимулирует, но при этом он тоже исчерпывает остатки. Это надо тоже понимать. Поэтому после употребления кофе, наверное, есть упадок сил, да, то есть сначала такой, хоп, вроде как бы, прояснилось, все так ясно стало, голова заработала, и через час-полтора человек просто свалился. Особенно это у таких людей, которые кофеманик, они таким образом себя доводят до истощения, до нервного, тканевого истощения, просто постоянно употребляют. То есть здесь нужно эту меру знать, понимать, что, как бы, так далее. Если человек слишком истощен, допустим, там, ментально, слишком истощен, то кофе, как бы, его простимулирует все это время, но потом еще будет, как бы, больше импадок. Поэтому это надо понимать просто. Я говорю, что это нужно осознанно. Затем улучшает аппетит. Ну, это факт. Да, вот вкус и вам да. Приносит удовлетворение и удовольствие. Вот, это вам больше нравится. Вам нравится. И я думаю, что не только вкус, вам нравится. Потому что именно эффект, который производит кофе на ум, определенный совершенно. И именно это, вот, как бы, люди, которые не умеют контролировать вот эти вот вещества всякие, там, начиная с алкоголя, там, и наркотиков, всяких, то есть им вообще нужно не касаться таких веществ. Если человек умеет с ними обращаться, то есть у него разум достаточно силен, то тогда, в принципе, ничего страшного. В самом веществе, так же, как классический пример с ножом. Нож это хорошо или плохо? Нож в руках повара, там, или хирурга, это очень хорошо. А в руках убийцы это очень плохо. Просто то, как человек обращается с этим предметом. Потом, помогает от лихорадки. Просто при лихорадочных состояниях, с повышением температуры, кофе, и там есть определенные еще виды лихорадок, при которых даже кофе не подказывают. И мы сейчас не будем вдаваться. Помогает от лени. Лень рассматривается, аласия называется такой диагноз, выглядело прямо отдельно. Нозологическая единица называется лень. Лень рассматривается как болезнь. То есть ленивый человек, это больной человек. И есть способы лечить. Не просто распинывать. Не заставляется лечить, да? Не просто распинывать. Ну, например, кофе, да, например. Ну, то есть есть другие препараты, кроме кофе. Затем, смотрите, вызывает бессон. Вот это уже негативный эффект. То есть некоторые из людей, на которых кофе так сильно не влияет, они могут купить кофе и лечь спать. Я, например, такой. Кофе. Ну, если, конечно, его много выпить, там, я просто его, ну, я его пить-то мало, совсем пью, и очень нет. По необходимости. Только пересну. Я просто чувствую, когда он мне нужен. Действительно, бывает. Просто исходя из понимания этого описания. И является патогонным средством. Почему при лихорадках также он помогает кофе? Потому что в патогенезе лихорадки, любой, всегда есть обструкция потовых желез. То есть если вы посмотрите на продромальные признаки лихорадочных состояний, то есть предшествующие самой лихорадке, вы увидите, что есть там разные, там, такая легкая ломота в теле наступает сначала, там, сладость, тело чуть-чуть так и побаливает начинает, и уделение пота прекращается. Вот. Поэтому патогонные именно средства, которые открывают обструкции подбодовых желез, да, применяются в теле характера. Например, малина там наша классическая. Это патогонное средство, когда малины там напился и пропотел, и температура опы упала, да? Вот. Это было и в своем крике негантливое степень текста. И дровей было речняно, есть еще такой. И говорится, кофе горький, тут описывается еще его свойство. Горький, это понятно. Затем, острый, бипаки. То есть, когда, ну, сегодня мы с вами разговаривали по этому поводу, что острый бипак, это означает, что кофе, когда кофе усвоился, то он будет, во-первых, разогревать тело, сушить его, то есть, как острый будет действовать, эффект будет как острый функционал. Хотя он горький, но острый, но в своей, в тканях, он будет действовать как острый. Затем, улучшает до пяти. Ну, это тоже всем ясно, понятно. Горячий. Горячий имеет в виду поллирии. То есть, у него он сам по себе горячий. Кроме того, что у него катер и бапа, то есть, он острый, после своей, он еще и горячий по своей природе. Вот устраняет совместный избыток капхи и вата. Слышите? Вот, то есть, вопрос возникает, как же он вату-то успокаивает, если он вату возбуждает. Имеется в виду, тут имеется в виду как раз вот эта капхаврита вата, которую мы тут уже сто раз сказали. И ко мне тут уже Алексей Киселев подошел и говорит, мне знаете, кажется, что все болезни это блокировка ваты капхи. И он говорит, да, приплыли. И вчера открываю контакты, там такой из гамит рамазанов такой есть, из Москвы такой, доктор очень такой интересный. И он говорит, вы помните, вот на третьем курсе, когда при какой-то разборе какой-то патологии, потом эту патологию видишь везде. Вот его, говорит, мы там читали, я читал лекцию по полу, там как раз такой товар, как раз насчет капхавата вата. Он говорит, я теперь везде это вижу, то есть, не надо все это как бы в одно сводить. Но что здесь имеется в виду, что как раз когда капхой блокирована вата, и она приходит в избыток из-за того, что она блокирована капхой, вот этот избыток капхи кофе устраняет, вата освобождается в своем движении, и таким образом она успокаивается. Понятно, да? Снимается именно блокировка обструкции. Стимулирует, ну это понятно, как здесь слово применяется. Спхурти, да. Спхурти это такое слово на санскрите, которое означает вибрацию. Вибрацию, какой-то звук такой. Что-то такое, да? Это такое вот состояние человека приводит. Стимулирует, стимуляция. Затем, еще раз оказывается огнеет, означает, что лечит астму и кашель. Кашель капха природы, капхавата в том же степени, то есть, когда указывается, какие именно души успокаивают, да, какое-то вещество, соответственно, вот с этим, и потом говорится, успокаивают, там, кашель, например. Это означает кашель именно капхавата природы, когда вот обструктивный бронхит, например, или астма, бронхиан. Как ни странно, но кофе при этом помогает. Симпататоник, говорим, что такое? Да, симпататоник еще, да, да. Ну, можно с этой точки зрения посмотреть. В общем, в виде немножко, конечно, такая, ну, другая система мышления вообще клинического. Затем, значит, да, лечит астму и влажный кашель, и дальше, как говорится, нидрадь, ниваранья, это означает препятствует снуву к вату. То есть, в основном, это, как бы, в основном, это вот просто капхи и ваты, то есть действует, и против капхавата, имеется в виду, против блокированной ваты капхи, да. Ну, просто чистая вата, имеется в виду, избыток ваты просто вот без других, без соединений с другими душами, здесь кофе не пойдет. С капхой ваты, да. И, ну, такая стимуляция, и чтобы не спать. С утра хорошо, чашка кофе с утра, это не страшно. Вот, когда человек начинает вот просто это кофе просто пожирать, вот это проблема. Садится на него, то есть, становится его, как сказать, рабом кофе, да, наркоманом, кокреманом, это проблема. Как и с любым другим веществом. Некоторые имеют пристрастие к футболу и к футболу. Если какие-то пристрастия, то их звали, чтобы их не было. Все должно быть в меру. Вообще, в Айвведе определяется, кстати говоря, сатва, что такое, да. Сатва означает понимание меры применения того или иного, там, вещества, например, в жизни, что-то там. Ну, мера должна быть во всем. Во всем мера должна быть. Это называется сатва. То есть, сатва не в том, чтобы не пить кофе. Да, хотя так иногда преподносит, или там, не есть мясо. А если у человека тяжелейшая мышечная дистрофия? И есть препараты в Айвведе, которые содержат в себе козье мясо, например, именно для того, чтобы восстановить ему, ну, вылечить ему эту миодистрофию. Да? Вопрос, в чем сатва? Если у него такие очень серьезные, ну, как я, устои, да, такие, там, что он там мясо никоим образом не возьмет в рот, ну, да, можно другие какие-то взять, средства использовать. Но лучше, если при миодистрофии будет использоваться именно мясо. Потому что это требует болезнь. Вопрос, в чем сатва, привести человека в здоровое состояние, или, там, стелять их на какие-то мысли, козу жили. Чья жизнь важнее, человека или козы? То есть, поднимаются такие вопросы, как бы, воевать, ну, текст. Для козы, наверное, я же не поддерживаю. Для козы, да. Ну, человек все-таки, если говорить о ведической традиции, ведическая традиция говорит, что живо-живасит-живо нам, во-первых, нужно понять, что одна жизнь питается, живет за счет другой, всегда. Итак, вы вот сейчас кушали, ходили, кучу съели всяких салатов. Убийцы! Просто нужно минимизировать насилие, вот и все. Минимизировать, стараться минимально причинять насилие, и все. Поэтому мясоедение, это, ну, мясоедение всегда связано с насилием, с серьезным насилием, потому что это все-таки высшие формы жизни. Когда в ведических текстах описывается, здесь по ботанике тексты даже, да, где описывается уровень сознания, то есть у растений считается сознание такое скрытое, то есть они, как сказать, боль испытывают не так, как бы, открыто, скажем так, да, то есть она незаметная, так вот. Хотя, допустим, какая-нибудь мимоза, там, стыдливая есть такая, да, знаете, такая растение, вы ее коснетесь, она раз, сжимается, да? То есть видно, что она что-то чувствует. Есть целые работы по нейрофизиологии растений. А, нет, мы его растения перестанем исчезать. Я вам говорю, я просто пытаюсь вас понять, что вы, вернее, пытаюсь вам дать понять, что на самом деле мы в любом случае насилие применяем к растениям, просто нужно его минимизировать, минимизировать, минимально должно быть, ахимса должно быть. Я сам вегетарианец, я не пропою вегетарианец, я просто говорю о том, что разумно походу. Я с 94-го года мясо не рыбы, не езды, не птиц. Не птиц. А можно вопрос по поводу воды? Есть ли чечная сонность? Ну ладно, давайте проводим. Есть ли какая-то рекомендация по количеству воды? Есть. И если ощущаешь, ну, сухость постоянную, возможно ли увеличением воды ее убрать? Нет, нужно разобраться, в чем причина сухости. Потому что это может быть не совсем не из-за того, что вы недостаточно принимаете воду. Потому что даже если вы на фоне, допустим, может быть, сухость, человек отдельно пьет, но у него сохраняется сухость. Поэтому нужно разобраться с этим вопросом. А вообще, я, ну, вот сегодня мы опять этот вопрос обсуждали, да? Опять же можно обратиться к текстам, а Штанг говорит, когда Ям Самхита говорит, что перечисляются определенные болезни, вот здесь с утра, там сока есть такая, где перечисляются определенные болезни, при которых назначается совершенно определенный режим приема жидкости, ну, и воды. Ну, и на основе воды, жидкости, то есть, вода, там, чай, это уже самое, просто вода, все. Так вот, говорится, что, ну, там, допустим, геморрой, асцит, там, анемия, там, перечисляются различные болезни, при которых такой режим, он просто строго, ему надо следовать. Какой режим? Режим этот звучит так, дожидаешься, пока жажда становится невыносимой, там, какое слово, о шахте я применяю, то есть, нет шахте терпеть уже, жажду, то есть, она сильнее терпеть, когда она становится нестиркима, то есть, явно вообще, да, это означает. Нужно выпить, говорится, жидкости ровно столько, чтобы утолить эту жажду, воды. Жидкость, ну, как бы, не алкоголя, конечно, например, потому что он, наоборот, высушит. А алкоголь называют «рук шапан», буквально приводит сухое питье, сушащее, ну, имеется в виду, что это на основе воды, как чай, как это и вода, то есть, нужно его употребить ровно столько, чтобы утолить эту жажду, и не больше, говорится. Дальше говорится, что любой избыток жидкости, выпитый даже при жажде, приводит в избыток пить-то и кап-то. Почему? Потому что они влажны, по своей природе, пить-то и кап-то. То есть, вы рискуете чем, что вы вторичное, как бы, вроде, ну, обильное питье, да, в чем есть? В том, что увеличится, могут увеличиться две души, пи-то и кап-то. Особенно это актуально для людей, кап-то конституция обильное питье не показывает. То есть, надо стараться меньше пить. Ну, и, соответственно, пи-то и кап-то, и кап-то, да. А для ваты, так как у них сухое тело, они просто, у них будет чаще возникать жажда, и, как бы, у них будет большее количество употребляемой жидкости. Это для них нормально. Ну, опираться нужно на жажду. То есть, жажда всегда показывает, что нужно пить. Потому что точно так же голод говорит о том, что пора принимать пищу, а не что-то другое. Например, часы. Висят, наверное, вот часы на стенке где-то. Есть часы? Нет? Висят часы на стенке. Раз, подошло там в 8 утра. Завтрак, значит. А голода при этом нет. Вопрос, надо ли завтрак? Ответ нет. Так как нет голода. Потому что нет никакого повода для того, чтобы принимать пищу. Тело не просит никакой пищи. Так? Но мы кушаем, потому что надо идти на работу или на школу. Ребенок утром встал, у него кап-то, классический пример. Мама ему наварила овсяные каши на молоке, посолила ее еще. И надо обязательно скушать тарелку. Овсяные каши не выйдешь из дома, пока не съешь. Потому что надо вот поесть. Нет, людям кап-то конституции, у них вообще голод приходит к обеду, во-первых. Вот. Ну, такой пример. Не стоит ли кичкать ребенка? И потом начинают удивляться, откуда столько там простудных заболеваний. Человек там, ребенок слизью здесь покрывается, как будто. Какой-нибудь там, вплоть до того, опять же, абструктивный бронхидный приступ. Наступает, там. Ходят по врачам, лечатся, жрут антибиотики, верстами. Они так вылечиться не могут, а нужно всего лишь. Можешь перестать завтра какие-то соленые молочные овсяные каши без глуха. Ну, к примеру. С водой такая история. Потом, где-то еще нет. Дальше говорится, что любой избыток воды приводит, избыточное употребление воды приводит к избытку пипы и капхи. Особенно, говорится, при жаре. А у нас, мы знаем, что у нас, когда жар, лихорадочное состояние какое-то, повышением температуры сопровождается, просудное заболевание, нам надо питье назначать. Обильное питье, едем особенно. Ну, понятно, что терпеть сложно, когда у тебя жар, сушит, там, как бы, такое состояние, что когда пьешь, вроде бы чувствуешь себя легче. Но это затягивает очень сильно саму лихорадку. Там, допустим, я сам наблюдаю, как это, ну, такие есть цифры по дням. Там, допустим, человек болеет, там, ну, простыл, у него лихорадка, там, биться, допустим, там, 5-7 дней, да, он лихорадит. Если он мобильно пьет. А если он входит в этот правильный режим, вот этот жажды, который прописан, только когда жажда невыносимая, выпить столько, сколько требуется для того, чтобы уторить эту жажду, вот при лихорадке такой, когда придерживаться режима питья, у него сокращается вот этот период лихорадочный, ну, такой обычный лихорадки, я имею в виду, простудный какой-то. Ну, 2 дня он может быть, 2-1, то есть, даже большая разница. Легче, как бы, ну, потерпеть и быстрее выстроить, чем там, вот, все растягивать и вторично увеличивать еще дождь. То есть, вторично это дождь увеличивается от этого, особенно при жаре же, сказано, то есть, впитая капка придет в взбитку. То есть, потом вы, как бы, вроде как, вылечили их характер, а потом наступают еще вторичные какие-то сложности, как бы, вторичные заболевания. Ну, понравилось, ну, то есть, посложнее. Вторично может возникнуть, то есть, взбыток капки, из своих болезней саженцев. Ну, вот такой режим питья прописан. Этот вопрос сегодня вот поднимался как раз, что в Германии, там, приходят, там, к остеопатам, и первый вопрос, который остеопаты задают, сколько вы пьете воды, и начинают грузить эту тему, что вот, надо, в общем, пить, там, три литра, там, четыре литра, сколько они там говорят, литр, все это литр, два, слава богу, два это еще нормально. Полтора, два это еще... Дальше, ну, два минимума. Два это минимум, то есть, как можно больше, лучше вообще, скорее. Ну, да, вот, видно, ходят с бутылками, там, рыбы, там, постоянно пьют. Это неправильно, по крайней мере, с точки зрения, я могу только с этой точки зрения создателей доверять этому, потому что, ну, и по... На практике это видно все, по результатам практически. То есть, это все, на самом деле, не пустые слова. Шастры. Про шастры, сами аюрведические тексты говорят, что аюрведический текст, классический, канонический, нужно использовать, он, говорится, подобен мантре. То есть, не нужно досужить рассуждений по поводу того, почему это работает, почему не работает, от чего это работает. Говорится просто, бери и применяй. И получается, что ты получишь тогда результат, который ты увидишь непосредственно тут же. И это и есть доказательство того, что шастра работает. Пратьякша, Бхала, Дадшин. Ты увидишь плоды, Бхала. Пратьякша, непосредственно, перед глазами. Акша – это глаза, а пратometric против глаз. На против глаз будет сразу результат, непосредственно, посредствуяете, получишь результат. Например, говорится, что там, гретый мед тебя убьет, говорится, например, шастра «давай» едущите. Но никак не объясняется, почему. Есть там такое объяснение, одно единственное объяснение, сейчас я к Санкьюте в комментариях, где говорится, Чакрофани, да, он говорит, что пчелы, они собирают мед не только, в том числе собирают мед с седовитых растений. И когда мед нагревается, то любой яд, соответственно, егореческим воззрением, он активизируется при нагревании. То есть он становится просто токсичным. Но в современной исследовании он показывает, что там есть только семью фурфуров возникает. вещество, как избыточное количество нагревания меда, которое является альдегидом и канцерагиемом соответствием. Так, вернемся мы к гибкости. В общем, по его виде мы пьем только тогда, когда пахнет. Не жажди. Не, вы можете пить, как хотите. Я просто... Можно по поводу... Я слышу, что Айрвета говорит. По поводу гибкости суставов, там про ОЗУ упомянуть тоже. Про ОЗУ? Да. Про ИТЫ и про ОЗУ. Ну, про ОЗУ в основном, да. То есть мы сейчас думаем о болезниках. Ну, давайте я вам попытаюсь это рассказать немножко. Изогревание. То есть, есть вообще в целом проблема, когда гибкость... Да не то, что алкогольская гибкость. Это немножко затрата анкилоза. Ну, в общем, есть ситуации следующие. То есть, есть просто конституциональная гибкость, сниженная какая-то, или повышенная, наоборот. Как мы сказали, подошвим, да. Вот. А есть ситуация, когда возникает, ну, это болезненное такое состояние, вызвано какими-то патологическими процессами в теле. Вот. Гибкость зависит от чего? От как... Ну, какие вовлечены структуры телесные в это понятие вообще? Суставы? Что с суставом может быть, если он не теряет гибкость? Ну, вы говорите, мы пытаемся рассуждать сейчас. Ну, суставы как могут быть? Сам сустав, он может потерять гибкость? Нет. Подышать гибкость и суставной суставки. Из-за воспаления матрицы. Из-за отека. Из-за отека. Из-за еще истах. Из-за астистахатрастика. Да. Ну, наростки, да? Семиляющие. Вкусные наростки, да? Семиляющие, как сказали, у нас не ограничены. Ну, да. Растяжение, ушибы. Это как боль будет ограничивать. Могут ограничиваться также боли, да? То есть, какое-то там ограничение движения, которое ограничивается болью. Стоимость из-за хрящей, расстяжение. Да. Еще что вовлекается? Мышцы. Мышцы. Очень больше даже, наверное, чем суставы с гибкостью, да? Свет. То есть, мышцы, эластичность мышц. Их способность растягиваться, да? И опять же, ну, предметы болевой порог еще существует, да? То есть, постижение мышц. Что еще может быть? Мешание гибкости. Спазмы. Слышишь, не спазмы, да? Анатомические особенности. Анатомические особенности, но это не исправить. Например, ограничение на фразобедренном суставе, например. Бывает, что он уперся просто, дальше его не пойдет, не выводит его. У меня, наверное, такая порноизменность. Просто анатомические настроения. Вот как-то Артем Пролов выкладывал такие прям картиночки. Помните, я вот показывал, как это может упереться. Так, еще. Климатически. А можно узнать и контекст, который вы спрашивали? Потому что какой-то есть контекст, который. Ну, естественно, да, безусловно. Потому что, когда люди приходят на йогу, да, в самом начале, то, естественно, встает вопрос, как себе помочь для того, чтобы улучшить свою гибкость и растяженность суставов, мышцы. А зачем такая задача себе экономичить? Зачем? Есть же еще, как бы, наоборот, проблемы тогда. Гипермобильность. Гипермобильность, сверхвостяжимость. Нет, ну, для того, чтобы стать хорошо, допустим, в ту же асану, да? Не нужна тебе какая-то гибкость? Ну, какая-то нужна. Ну, какую-то. Какую-то степень. Ну, это не самоцель, что-то. Я не говорю, что это самоцель. Я говорю, как вспомогательное средство. Ну, вот, понимаете, здесь нужно разбираться каждый раз в этот частный случай. Я попытаюсь сейчас все это обобщить. То есть, если это не конституционально, ну, то есть, если, давайте начнем, наоборот, конституционально, то есть, люди в атак конституции, чтобы им улучшить эластичность, увеличить и растяжимость, способность к растяжению, им нужно совершать такую процедуру, две процедуры. Это снехан и светан. То есть, промасливание, умащение тела и прогревание. Потому что и, как бы, увлажнение маслом, вода, она не может увлажнять. Она, как бы, не задерживает. Сама в теле, она не задерживается в теле. То есть, воду задерживают, как раз, все гибели, правильно? Так или нет? Ну, вот, как бы, жир, он, это основа увлажнения. Поэтому, часто говорят, снехана в аюрведе, это можно, ну, как действие, да, это можно рассматривать, как какое-то, ну, как именно увлажнение, но при этом это связано как с водой, так и с маслом. Ну, в основном все это на всяких, ну, на жирах, в общем, основа действия. Так вот, пища должна быть более жирной. Вата конституции, у них тело очень ригидное, сухое. Вы можете их как определить? Ну, сухое тело, худенькие такие, ну, вата конституции, это понятно, да вы, наверное, понимаете очень. А если жирное вообще не хочется, ну, придется. Да, да. Но я всегда, ну, не в общей заславлю. Ну, у вас вата пита воперет, кстати. Пита? Да, но у меня вата тоже есть. Я вот послышал, что я сказал, нет? Вата пита воперет. Вот. Ну, если, как бы, стоит задача, задача стоит, если есть какая-то ригидное тело такое, как бы, сухое, да, то здесь его надо про масло идти прогреть. То есть, что делается? Внутрь, в пище, надо увеличить количество, повторяюсь, количество масла. Прямо жирное должно быть пища. Это раз. Второе. Чуть-чуть надо увеличить, чуть-чуть увеличить количество потребляемой соли. Не слишком много, чуть-чуть. У нас задерживает жидкость тогда теле, да, тоже это важно, увлажнит тело. То есть, мы промаскиваем, еще воду задерживаем, таким образом способность растягиваться, она увеличивается. Второе. Нужно снять, во-первых, они склонны к спазмам мышечным. У них тело такое, зажатое именно мышцами, жесткие мышцы, да, все, мягкости, спастические, подкрепления, поэтому нужно прогревание сделать. Прогревание желательно, должны быть влажные прогревания, то есть, масляные, либо влажные. То есть, если, допустим, в баню человек идет, то ему надо намазать все тело маслом и прямо в масло идти уже в парилку. При этом должна быть парная. То есть, влажный жар должен быть, не сухой жар. Потому что сухой жар – это вату увеличит. Понятно, я не буду, понятно, физика-то. Ну, то есть, вот такие два действия нужно совершать. Если какие-то суставы, отдельные суставы, какие-то есть проблемы с отдельными суставами у человека ватоконституции, мы сейчас рассматриваем именно конституционально, то все, да, безболезненно. То тогда, вот у него, кстати, у людей есть чистая ватоконституция, у них больше склонность именно к экипозам, к артрозам. Тогда надо делать такие процедуры, которые локальные, такие промасливания, прогревающие одновременно. То есть, допустим, в асте есть такое. Такие вот, я знаю, что Саги читала какой-то там доклад. Я бы хотел его послушать. Ты передавал. Да, я бы хотел его послушать. Вот, просто интересно. Вот, то есть, если, допустим, коленские суставы какие-то, да, допустим. Там боли, например, как артроз, там, например, то можно делать так называемые джану-масты, о которых я уже говорил. Вот такие масляные ванны, то есть, когда приклеиваются, то бублик, как бы, с тем, кто делает связь с тестом. Туда навевается масло. Можно просто кунжутное масло использовать. В смеси с касторовым маслом, это самые простые такие способы. Либо самим варить как-то масло с растениями, с какими. Ну, это надо, конечно, изучать эти вопросы. Либо использовать готовые иерметические масла, их множество. Ну, могу назвать какие-то там, маханарай, например, известные. Там, ганвантером очень хорошее масло, особенно при повреждениях. Марва вам хорошо очень помогает. Вот. Кширабал, вот такие, ктрабанджина. Разница. Можно просто обычное использовать. Даже простое растительное масло на этом использовать. Обычное. Не лучший вариант, конечно, но, как раз, у другого. Вот. Либо, например, там, позвоночник, да, как там, нигитка. Делается на те части позвоночника прямо на такие же ванны масляные, которые как раз ригидны. Например, поясница чаще всего страдает, выглядит ватной конституции. Именно нижняя часть позвоночника. Шея тоже у них страдает, но в основном, обычно, в нижней части. Потому что вата, панахшетра есть, вата в основном располагается в нижней части тела. У них в основном проблемы с нижней частью тела. Ну, например, делается на поясницу. Называется Катя Вастер. Такая ванна. Она делается в течение приблизительно 45 минут-часа. Вот. Масло должно быть очень горячим, но не обжигать. То есть кожа не должна слезть. Я своей матери делал, помню. У нее... В общем, сжег я ей. Ну, небольшой такой пятачок слезан от кожи. До сих пор у нее там шрап. Но после этих процедур у нее прошло. Прошли эти проблемы. К этому она меня все простила. Я что-то перебрал, в общем, с температуры. Ну, поэтому нужно, когда вы наливаете масло в эту баночку, нужно через собственные руки это делать. Обычно ставятся пальцы, льется прямо через пальцы. И не на одно место лить. Я просто в одно место лью. Там была проблема с тем, что в одно место лью в центр. Там прямо изжег. То есть, и температуру, ну, прям, круг вот так вращаетесь. Температура, желательно поднимать ее постепенно. И потом теряется очень быстрое ощущение тепла. Вот этот человек, он должен вам подсказывать, как бы, делать процедуру. Самому там сделать, там, да нигде власти самому сделать невозможно. Кто-то должен делать. На колену, можно как-то сидя, наверное, связав ноги, там, ну, там еще пошевелишься и все это может протечь. Вот. Можно еще, кстати, камфорное масло добавлять, в основном. Камфор очень хорошо снимает спазм в голову. Вот. И человек говорит, вот, чувствует он все, остыло масло, как бы, вот, чувство жара пропадает. Он должен сказать об этом тому, кто делает процедуру, чтобы он масло, ну, подогрел. Там просто какую-то часть можно вычерпать. Обычно в трех посуде, ну, в двух, две посуде, там, в одну вычеркиваются, вторая греется. Вот так вот по кругу отсюда вычеркиваем сюда, сюда греем. Ну, так вот масло подогревается, подливается, вычеркивается, подливается, чтобы одну температуру ровную держать, горячую. 45-60 минут. Для них, для людей с ватоконституции, это идеальный такой принцип. Либо можно делать пиццу. Пиццу, это просто берется тряпка, она промасывается, кладется на это место или заворачивается на колено, там, или сустав. Сверху пищевой пленкой оборачивается, и можно, там, допустим, грелками обложиться, там, две грелки положить, или электрические, а не гибкие, их можно просто обключить, обернуть, да. И какое-то время, ну, час больше можно держать, такая процедура может выполняться еще большее количество времени, потому что она, ну... Как как-то полезли, да? И биодоступность этих, ну, как бы, веществ, она, на сколько там... Она меньше получается, то есть, самое, самое глубокое воздействие, это вазь, вот, в пищу, это, как бы, перец, или перец. Допустим, если у нас есть, допустим, когда мы на голову льем масло, есть всякие промасывания головы, да, ну, мутантайло называется, в целом, это любые промасывания головы, да, они делятся на четыре основных класса, четыре основных процедуры. Первая процедура, это, ну, просто обьянный, широбьянный, то есть, промасывать голову, в смысле, ну, намазать ее маслом, да, это наиболее слабое воздействие считается. Следующим по степени воздействия будет ширадгара, когда льют масло, из горшков такие, знаете, на голову, называется массаж третьего глаза. Очень часто мне звонят, там, я... Говорят, а вы массаж третьего глаза делаете? Я говорю, только четвертой рукой. Вот, ну, в общем, да, и потом следующий по степени, по глубине воздействия, по интенсивности, что это воздействие является пичу, то есть, когда они, ну, так, промасленные тряпки такие кладут на локу, на голову. Обычно уже бреют в таких ситуациях, когда очень нужно интенсивно промасывать, там, допустим, при лицевом параличе, там, каждая секунда до рога, там надо очень интенсивно... Интенсивную терапию, вернее, поэтому человек просто бреют нагло, чтобы никаких препятствий для масла не было. И самое глубокое воздействие, самое интенсивное, это шировастие, когда вот этот вот, колпак такой одевают, на голову такую, как бы, тоже ограничен, такой, ну, из кожи делался, а раньше сейчас делают всякие, ну, там, даже из полиэтилена делают. Вот, внутри тоже, там, вот, тесто, там, из, из, что, из урат-дала, там, вот, прокладывают, так бы, там, что-то, чтобы не протекало, как бы, ну, понимаете, да, и туда набивают масло, обязательно, вот, четыре пальца вышли, там, это самое такое глубокое, вот здесь и там, ну, кому делали, тут, наверное, расскажете свои впечатления, кому-то делали, нет? Ширатхара, да, ну, там свои впечатления, вот, интересные, вплоть до каких-то видений, было? Видений не было, но, что-то не было. Ну, видимо, не до конца расслабились, там возникает такое, в определенный момент возникает такое, какое-то состояние сноподобное, и вот, и такие, как бы, сновидения начинаются в новинку, и вы можете, там, где-то оказывается, в прошлом, там, знаете, как будто такой, какой-то, как психоделики какие-то, знаете, принял. Ну, для всякого воздействия, при этом, как бы, ну, абсолютно оно безопасно, можно сказать, потом, значит, а Широ-Васти, когда делают, там, можно говорить Басти, можно говорить Васти, его произношение правильное, в одном и том же тексте, Чарка Санкити, например, часто мы можем увидеть, что это Васти говорит, тут же там, через три строки Басти, это одно и то же. И какого-то объяснения, более-менее внятного, может, да, вот, я надо спросить, почему все-таки так? И то, и другое применяется, и то, и другое считается правильно. Я пытался разобраться с этим аналогией, с того, почему бы, поэтому, вот, вот, и, ну, неважно, в общем, когда делают эту процедуру, то вы просто сидите, да, вот, видите, все. Все, у вас сначала все тело тоже промазывают, намазывают маслом, там, это обязательно делается, колпаком подевают, масло заливают, вы сидите, минут 45. А температура-то тоже? Температура для головы не должна быть горячая, она должна быть, и вот не надо, не должно чувствоваться ни холода, ни жара. А вот средне-грудной отделка зала? Ну, так как там сердце, то же самое, надо осторожнее быть, ну, как бы, не делать, как бы, горячее, слишком масло, на нижнюю часть, вот сюда, надо делать очень горячее. Так как здесь область пикты, короче говоря, все, что вышло, ну, как бы, сердце, сердце, бледь, конечно, не стоит. То есть, делается такая умеренное тепло, не холодное, но тепло. Вот, так вот, сидишь с этим колпаком, из носа начинает масло вытекать, понимаете? То есть, вы берете, я не вру, потому что, как бы, ничего врать-то, берете салфетку, это проверка такая, когда из масла начинает из носа выделяться, нужно прекратить процедуру, это степень, ну, как бы, критерии завершения процедуры. То есть, в это время надо завершить процедуру, иначе будет избыточно проведена процедура. Салфетка берется, бумажная, раз, вот эта слизь начнет прям выделяться из носа, она начинает, слизь не надо выделяться, и она сначала такая водянистая, а потом начинает уже, ну, видно, что жирная пластырь, вот, время надо прокричать. И когда эти власти убирают с головы, такое ощущение, что вместо головы дырка. Как бы, это, такое ощущение вот этой части, оно, как бы, такое, знаете, открытая в космос. Ну, я раньше. Утрирую, конечно, утрирую, конечно, ну, вот, интересно вообще. А? Тоже такое было. Пришироткаре такого возникало. Да, и приходишь в такое интересное вообще состояние такое, в течение, там, дня, там, полутора дней, вот, сохраняться, такая интересная вообще ситуация, некая легкость в голове, неправильно проведена процедура, без избытка, потому что, если, там, неправильно ее провести, то можно некоторые другие эффекты получить, обратные, даже. Как бы, тяжесть в голове, там, головная боль, самоливость, там, что, заросшее состояние, воспаление, глазам, например, сходится. Вот, поэтому важно знать эти все признаки того, что надо завершить процедуру. Ну, вот, это, как бы, по поводу вата души. Это два основных действия. Не надо мудрить ничего, сложности никаких создавать. Потом, значит, для людей вата конституции, так же, и вата капта конституции еще, очень полезно принимать внутрь касторовое масло для увеличения как раз гипости тела и снижения вот этого болевого порога. Потому что есть еще болевой порог, повышенный у людей вата конституции. Они больше, более чувствительные, как бы, болезненные. У них боли, больше. Вот, касторовое масло, это удивительная штука. Как мне вчера говорили, доктор Пилюлькин, он был прав, вот, прописывая всем на левую и на правую каскаду. Особенно не знаете. Суть в том, что вата капту успокаивает, горячая по своей природе, то есть, жирная по своей природе, масло низкое, увлажняет тело и уменьшает вату, очень глубоко проникает, доходит до самых, ну, то есть, мышцы проникает, суставы проникают и производит, во-первых, действие такое, как бы, анализирующее, да, то есть, боль снимает и вата души успокаивает. При этом слабит и среди послабляющих средств каскеровое масло, это, пожалуй, наверное, единственное, ну, мне известно, это крайне мере, в айвреде, которое при послаблении, вещество, которое выводит именно вату душу, не повышает. Потому что любое другое послабляющее, слабительное средство, оно при послаблении, при самом, там, действии, да, карм называется, в айвреде, кстати, действие терапевтическое, ну, выводит избыток вата души прямо, ну, в качестве шоттан, не имеется, ну, то есть, за пределы тела еда, избыток вата. Через нижнее отрасль. Так, потом, значит, есть препараты, которые помогают... Прочнее, извините, пожалуйста, благосторуемое масло, одно-тречайное злошко. Сонсировку. Лучше до еды принимать, если в нижней части тела расположены проблемы, да, какие-то боли, там, невидимность какая-то, до еды, если в верхней части тела, после еды. Делится, условно, по нижнему краю лопаток тела. На нижней части, на верхнюю, в этой ситуации, о которой мы сейчас говорим. Если вот ниже лопаток, там, у нас акцент какой-то есть, эти боли, а тут, ну, до еды, если выше, там, шею как-то заклинило, тогда лучше после продуло бы, я летел в самолет, еще то уснул, как-то в неудачном положении, прилетел туда и перегнул в холодную голову. Ну, и так почувствовал, шею у меня схватило. Уже от пухого, все равно. Я просто прогрелся, просто встал от горячей души, долго стоял в шее, как-то прогрелся. Тоже один из способов, кстати, снять просто вот этот спазм, там, или боли, просто прогреть, просто даже водой на душу, ну, или простые средства применять, уметь. Вот, а из препаратов, значит, такие я назову, которые наиболее комедейственные и безопасные, и, наверное, доступны. Ну, давайте с монокомпонентных начнем. Это, в первую очередь, это галангал. Расна, по-санскрит, галангал. Знаете, да? Не все знают, но это из семейства индюрных, такой корень похож на индюр, вот такого красно-коричневого цвета, или в тайской кухне, или там вот, в той части мира там используется очень широко, именно, очень много. Продается сейчас он в магазинах? В западной фармакопеи, вот тут люхей называют, то альфинией, то... Да, дело в том, что расна, вайурведе, это же не западная, это вайурведе стоимость. Вот, да, поэтому хочется найти, что... А, кстати, вернее, говорят, что, когда определяют галангал, что это такое, расна, да? Какое это именно растение? Их несколько растений. Есть такое понятие в вайурведе, как абгава протеиндхидрагия. Это означает, что разные растения могут совершенно одинаковыми свойствами и действия обладать. Например, в брахме, да? Существует два вида брахме. Это Гватухола, Центелла азиатская. А есть еще Бакопа манье, да? Это, собственно, брахме. Мандукопагни еще называют. Вот, он в Южной Индии растет. А в Северной Индии растет Центелла азиатская. Оба этих растения обладают абсолютно одинаковым действием. Поэтому это, собственно, брахме, и то, и другое. Одно название. Но это как бы в озоне. Но синонимы как бы разделить по названиям. Выделяются, например, если Мандукопагни, это когда употребляется слово, допустим, в бирофлексе Мандукопагни. Возьми Мандукопагни, это значит четко Бакопа манье. Но если ее нет, то можно заменить Центеллой. То же самое с Расной. Расна – это несколько растений. Но чаще всего, ну как бы, все-таки основное растение – это все-таки Галанда. Но его бывают заменяем. Например, Расна в наших условиях можно заменить просто Девисилу. Девисил – это тоже практически то же самое и есть. Иногда в некоторых справочках, когда приводятся именно вот эти вот как заменители, да, там указывается, например, просто Девисил. Но лучше всего, все-таки, использовать наиболее, ну, Расна как таковая – это все-таки Альпиния Галанда. А это, про Расну еще, наверное, написано, что она обладает иммуно-супрессивным действием, и поэтому она работает, типа, при ригматоре на Мальпините. Ну, это, может, какие-то предположения. Это доказано как-то клинически? Или просто предположения? Не знаю. Я тоже, я… Я думаю, это просто предположения какие-то. Потому что, как бы, ну, в соответствии с Альпинедой, ну, как бы, не то, что подавляется, как бы, это не именно супрессант, это скорее… Цитостатик. И даже не цитостатик, это скорее действие, которое обусловлено тем, что происходит амапачин. То есть, основу, мы, как бы, мы с вами уже говорим на каком-то языке таком, амапачин – это значит пережигание аммы. То есть, ее, как бы, переваренная буквально. Амма, значит, не переваренная, да? Вот ее доварить надо, как бы, выжить, типа, с тела, вывести, перенотоксины пищевые, из-за этого… Потому что любой аутоиммунный процесс, он обусловлен именно наличием аммы. Если ее нет, то аутоиммунного процесса быть не может. Ну, это отдельная песня, вообще долго-долго. Сейчас у меня в Москве будет лекция 6-7 числа, и мы как раз на эту тему будем рассказывать. На тему ауто, часов, наверное, 8, как она участвует в патогенезе заболеваний, в том числе и заболеваний с ветеринатками и суставных. Вот, затем, это то, что касается еще по поводу лекарств. Значит, РАСНО – это наиболее такой идеальный вариант. Потом, очень хорошо подходит сухой имбирь, подобным действием обладает РАСНО, но слабее, конечно, гораздо. Потом, Гугулу есть такой, да, вот мы говорили, вату и карту испаркает. И желательно использовать при вот таких, именно при ватах, если чистая вата, конституциональная, какие проблемы есть, желательно использовать Гугул, которому меньше года. Его называют НАВА Гугулу. Только не путайтесь с тем, который играет против ожирения. Он НАВА как Гугулу называется, можно сказать. Новый, то есть свежий. Вот, потом, значит, из сборных составов наиболее таким известным и широко используемым на этих целях является такой состав, называется МАХА РАСНАДИ КВАТХА или МАХА РАСНАДИ КАШАЯ. КВАТХА и КАШАЯ – это одно и то же. Значит, что-то… Отвар, буквально. Просто бывает, как бы, в виде такого грубо нарубленного сырья, такого длинного, из которого готовят, отвар продается, либо в виде порошка тонкого, уже измельченного, потому что экстракция выше, как мы говорим, количество тогда используемого самого состава, оно уменьшается, буквально там, раза в два, из-за того, что он просто измельчился. И сейчас, кстати, есть такая установка в Индии, что, так как проблема с сырьем возникла, в связи с популярностью аюведы во всем мире, они там все просто вырезали. И сейчас очень серьезная проблема с сырьем, там, в Керале, там, в Индии вообще, потому что, ну, они просто бездумно все это уничтожили сначала, просто за деньги, буквально не подумав. А сейчас они все это пытаются восстанавливать, как-то там, выкупают большие территории земли, там, где-то, в лесах, там, и выращивают. И каждая фирма, она теперь старается выращивать свои растения. Аптековский огород, где же это огромное поля, ну, очень интересно. Поле аж ваганки. Карафистра. Ну, да. При этом они стараются делать какие-то условия, приближенные к реальности, к естественным, как бы, реалам обитания этих растений, потому что они там и растут лучше, ну, и, как бы, естественные такие условия. Ну, вот, как бы, а к чему я это сказал? А, и установка такова, что лучше, как бы, перетирать, чтобы просто экономить ресурсы, чтобы их им вышли. Потому что, если вы готовите отвары из просто изнарубленного сырья, то в два раза больше. Вот. Потом, ну, и продают в виде просто отваров уже готовых, жидких. Махараснади, кашаев, например, керани, что-либо, что-либо. Да и везде, по последней неделе продается, но, как я говорю, там проблема в том, что там есть консервант. Если вы как бы противите консерванты, ну, и такой он, как бы, на вкус вообще. В виде консервантов. Вот. В общем, Махараснади это самое такое ходовое вот для этих целей. А вот если натощать, его никак невозможно принимать. Махараснади? Жидкий? Нет, таблетированный. Таблетированный, почему не знаю? А? Это реакция, что-нибудь просто неприятнее. Или шелга, жилый, или вот эти вот эти вот вещи. Много. А чей он? Катахауский или чей? Нет, не Катахауский. А чей? Нагаджуна или зеленая точка? Не помню. Могу показать. Ну, еще зависит от производителя, но если есть изжога, то надо с чем-то стимулирующим, это значит не усваиваться. А что тогда делать? Стимулировать надо пищеварение, с чем-то еще там отваром не беря закрепить. Ну, а что, вы думаете, что изжога решается только молоком, что ли? Изжога это не сваление, в первую очередь. Не усвоение. Визеровку может снизить, да? А сколько? Да. Витамер, изжога это не ухо. Надо посмотреть, что за производитель, в первую очередь, в первый раз это не встречается. Дестрагируют, бывает, еще что делают? Делают отвар, по-моему, фильтруют и уваривают до сухого остатка. И потом таблетируют. Это очень удобно, как бы, принимать. Но вот по действию, как бы, я вот, я еще раз повторюсь, по моему, как бы, по моему опыту, действие, конечно, становится менее, как он выражен, какой-то, немножко искаженный. Не знаю, почему. Хуже, короче, действие. Действие, но хуже. Я предпочитаю использовать, совершенно очурный, так называемый, мелко-измельченный, как раз, такие, в пудру, такую, измельченный, порошок. Просто их можно принимать, даже не заваривать. Хорошо. Сасывание. Вот это было по поводу ватны. Ну, собственно, вот у ваты, чаще всего, проблемы с гибкостью, да. По вторым, по степени, стоит кап. И у них обычно проблемы, не именно вот такие, с болью, с гибкостью опять возникают, у меня из-за капхаули, то вата, то есть, когда капкает, и блокирует ват. Вот. Им нужны средства, которые, как раз, успокаивают и вату, и капху одновременно. Для питы это вообще не проблема, это вообще не актуально. Я сейчас говорю про конституциональные хипы. Я не говорю, что с какой-то болезненной ситуацией. Например, у вас там есть проблема с ревидной шеей? Ну, у вас питоконституционность, шея ревидная. Да. Это не конституциональная проблема, это проблема, уже приобретенная патологически. Мы сейчас только в контексте говорим. Тут надо разбираться, то есть, это конституциональное или это что-то приобретенное болезненное, патологическое. Это очень важно вычислить. Как разобраться в консультацию? Изучать Айвреку? Ну, хорошо. Ну, как разобраться? Ну, сейчас давайте я попытаюсь все вложить до конца. Значит, для людей капка конституции немножко другая будет история, хотя ничего там другого нет. Раз, она там тоже пойдет. То есть, им желательно не делать все-таки массовый процедур. Нужно делать сухое прогревание. Жарный нужен, но не увлажнение. То есть, что такое сухое прогревание? Ну, например, просто мешочек с солью или там с песком. Джалука Среда она называется. Вы берете просто песок, классический такой, такая процедура энергетическая, заворачивается он в кулек, знаете, вот из ткани, да? Как бабушки у нас с солью прогревали уши, кому-то, наверное, да? Вот такая же история, только больше делается, как это назвать, мешочек, да? Прямо нагревается это все дело. Либо на сковородке сначала песок, потом насыпается, либо сам вот прям кладется, уже кулек какой-то греется. Потом подогревать его еще и прямо шлепать надо. когда он очень горячий, его нельзя оставлять сжечь, не шлепать, не на одном месте, а там округленно. Те места, которые именно надо прогреть. Либо на все тело делают, прямо на все тело, человек лежит, его всего как-то, прогревает. Либо есть порошками специальные, например, такой порошок называется пола-кулатхари. Помните, я его писал? или вот там чукаре есть такой порошок. Их тоже заворачиваются такие кульки и прямо сухими делают. Не в масле их не греют, прямо сухими делают. Нагревают сухой кулек, если прогревают тело. Либо делают так называемые лепы. Лепы это такие типа пластыри, как у нас есть, горчичные пластыри. Это тоже, кстати, способ. Горчичный пластырь поставить на место, которое там болит и не гнется, это для капхи правильное действие. Но горчица имеет такое свойство, ее долго не вытянут, что она 5 минут и все, и там все горит. А вот эти порошки, да, типа пирцовые пластыри тоже используют. Используешь, вот именно вот их нужно использовать в случае именно капхи, да, гиб. Для ваты они чем проблема, чем проблема? Сухость, да, возникает, все усугубит ситуацию по концу, не так будет порошить. А именно вот для людей капхи это подходит, такой раздражающий когда есть. Вот эти порошки, колотный латхадик, вот там чуканя, они содержат в себе так не как раз раздражающий компонент. Там горчица, кстати говоря, содержится тоже, только она в очень небольшом количестве. Поэтому этот, эту лепу, этот пластырь, его можно держать очень долго. Он очень мягко греет, глубоко и мягко. В то время как горчичный пластырь, он просто вызывает такое раздражение внешнее, кожа очень сильное, и его долго не вытерпишь просто из-за того, что сожжешь кожу, либо просто не вытерпит это просто. То есть нужно мягко греть. Поэтому вот эти два вида порошков, это основные два вида порошков, кстати говоря, они в принципе продаются. Я правда не знаю, какого качества, опять же, но вот фирма такая, Амри, то есть, в Москве, я так скажу. И прямо делается в слой, обычно делается где-то в полсантиметра, накладывается, можно прямо навесить позвоночник, не проблема. И смешивается это обычно с такой горячей водой, такой сначала, потом выкладывается, сверху можно тоже запить, чтобы влажность сохранялась дольше, не высосла. А сверху еще можно и положить тоже что-то горячее. Можно, можно не ложить, потому что он сам по себе прогреть. Вот такое возникает ощущение такого мягкого тепла и минимум час нужно продержать влево. Что можно из заступных средств использовать для ее прогреть вам? Значит, можно использовать имбирь. Не горчицу, а имбирь. Потому что имбирь мягче влево. Или аир, болотный. Что это, корневища? Он, кстати, очень-очень хорошо в этом смысле работает. Простой очень такой средство, который с валом везде этого аира. А хрен? Хрен вот, ну и вот, нахуй. Он слишком раздражается. Простите, а как пользуется аиром? Ну так же точно, вы делаете просто, намосите, порошок, смешиваете с собой. Аир, он тоже очень мягко, дверь, обжигает. Можно их смешивать вместе. Доступно. Девиси можно использовать. Добавить, не как основное, добавить ему. Потому что он тоже капху и ватру успокаивает. Потом раз, на гавангал. Гавангал тоже используется. Но, если там был препарат, который мы называли махараснадин, или просто раснадин, есть еще. то в случае капхи конституциональной или капхау и ватру нужно использовать другой препарат, который называется тригунараснадин. Я про него тоже уже упоминал. Либо есть такое средство, называется гугулу тиктаком. Гугулу тиктаком кашами. Или квангал. Гугулу тоже действует. Еще и позволяет похудеть при этом. то есть капху на склонность в таланте. Тоже действует увеличение гибкости, увеличение ваты полевого порога и так далее. Просто гугулу опять. Но здесь гугулу должен быть старый. Если там гугул свежий, который меньше будет, то в данной ситуации должен быть старый. Его, кстати, легко определить, гугулу, его возраст. Просто по консистенции. Уже очищенный, приготовленный гугул свежий, он такой влажный и его можно как бы так зажать, он слиплется. Из него делается это благовоние. Считается, что один из, это родственник Мирта, очень такой, благовонный, пахнет очень. Когда горит, какой запах, знаете, церковный. я его жгу иногда думал. Он считается, что это трупа, как бы, то есть, возжигание гугула очищает очень сильно помещение от всяких тонких существ. Ну, я сейчас начну всякую мистику нагонять. Вообще, это как бы для обеззараживания помещения, для антестетических действий. Когда, например, эпидемии идут, грипп, и кто-то заболел с ними, просто жгут гугул или жгут аир. Аир, можно сказать, просто дымом окуривают помещение и, видишь, его очищают от инфекции. Потому что, когда говорят злые духи, в первую очередь, это инфекции. Это надо так понимать. То есть, когда, знаешь, изгоняют духом. Ох! У тебя же. У нас всякие духи. Ну, это тоже есть. Но это другая песня, лучше вообще об этом не говорить. Говорят, о них говоришь, они поиграют. Так. Сейчас вот такие загадочные. Вот. Ну, у ПИТ-ы, я еще раз говорю, что у них обычно не связано, это просто с конституциональными, не связано с инфекцируцией, связано скорее с какими-то болезнями. Вот. Теперь вернемся как бы к патологическим состояниям. Извините, я в поводу ПИТ-ы. Можно вопрос? Конечно. Если вы говорите, что у ПИТ-ы проблема не проблема с гибкостью, а проблема с эластичностью. Какая вещь эластичная? Возможно, как бы перерастянуть связки. Да, легко. Да? И, может быть, просто в первую очередь нужна аккуратность. Да. Чтобы не перерастянуть связки. То есть, вы видите, там, какую-нибудь, там, гипермагию, суставное. Укреплять надо мышечный корсет, укреплять сустав. Наоборот, тебе не надо его расклепывать еще больше. У них и так расклеплен. А если все-таки это произошло? А если цвето масло, может быть, кто проходил процедуру когда-то? Юридически. Его часто используют, как какое-то базовое масло, типа, приходишь, там, сделать мне просто обьянку, они каким-то таймом ставят и им делают. Так вот, распространенно. Хотя я бы, конечно, другое сегодня попаду, могу выбрать, знаете, каким-то критерием. А, и так, наверное, на туистом собственно расщищают. Называется medical туризм. Большая проблема. Разврат такой. Очень разбощает, юридическое сообщество очень разбощено вот этим избыточным вниманием. В Индии сейчас просто стоит шум по этому поводу. То есть, это еще терпелось до какой-то степени. Сейчас уже перестали терпеть некоторые люди, которые совестные такие люди, занимаются, врачи, они стали поднимать бучу. Буча это поднимается очень серьезно. Там есть предводитель дворянство власти. Зовут Лемья Кришна. Такая женщина, врач. Там фокировал за днем. Плачет. Ну, те, кто шарландин, плотали, то нет, не плачет. Потому что она их всех не чувствует. Очень громко, публично разделилась на сообщество. Кто за нее, кто против. Там такая сейчас идет. Ну, ладно. У меня она есть в фейсбуке, на подписчике. Вы можете найти ее звук Ремья. Ремья назовите там. Ремья Кришна. Посмотрите ее там посты. Она муштрует там их всех. Там любая конференция, которая проходит, она их по косточкам конференцию разберет. кто там еще мошится. Но она правду говорит. А название этого масла может еще раз? Пинда. Пинда. Там составили марена, ну, только такая, индийская марена. Манжиш. Потом она красная масла. Вот. Там составили воск еще есть, не стоит застывать. царива там составили, но запах это ваниль у нее. Что касается тепловых процедур для ПИТ, у которых вот склонность к, ну, например, с этим, соединительным тканом всяким вот таким вот, югом, вот у них склонность к варикозам, к всяким застойным нервным. Надо греть. А? Надо греть, если в целом просто инфекционально. В принципе, ну, то есть тепловые процедуры... Даже масло какое-то, если масло используется, то оно используется не горячее. не горячее. Ну, так, в целом. Так, этим маслом просто смазывать, да? Это масло тоже используется так же. Процедура, только не должна быть высокой температуры. То есть, допустим, делается там, допустим, колено у вас впереди растянут, делается просто, ну, такие, легкая теплая. Еще не было только легкого тепла должно быть. Чуть-чуть тепленько. Холодым не должно быть. Те же самые процедуры на масле. Тирать нужно просто масло во все тело. Ну и опять же из простых масел это просто кокосовое масло. Но горячее не пойдет. Нужно холодное масло использовать, потому что крипто красить. Проблема с плиткой. Нужно холодные масла. Холодом вызывает сокращение как бы. Эластичность повышается за счет, как ни странно, холода. То есть сокращение. Нужно сократить. Холодными средствами нужно использовать. Но не холодом как таковым. То есть не надо в холодильник человек помещать. Они любят очень прохладную. Они плохо переносят, люди плохо переносят жару. Вот сегодня мы опять общались. Я спрашиваю, вопросы задавал. Надо было выяснить, какая дошла. Избытки у тебя есть. И так понятно. Но все равно он удостает. Плохо человек переносит жару. То есть гореть их не надо. Холод это всегда сжатие. Жар это всегда расширение. Повышение эластичности. Не эластичности, а милоспособность эластинки. О, ничего себе. Ого. Ого. Ну, присаживайтесь пока. Ничего себе. О, Марьян. Вот. Извините. Это приехали наши московские, назовем, товарищи. Ого. Которые организовывают прекрасные московские семинары. Неожиданно. Так. Значит, потом, что мы дальше идем? О чем говорим? А дальше мы говорим о патологическом состоянии, да? Андрей, а вот еще вопрос по поводу Гуреевича. Очень быстрее. Не знаю. Знаешь, что мы примутаем. Ну, в смысле, тигровые вот эти все мази. Такие, разогревающие, да? Ну, а это больше относится к сухому все-таки прогреванию. Потому что там как такового масла там нет. Там всякие вот основа просто такая мазевая. Типа, вазюминя. То есть для капсулы. Да, да. А для вата какие лучше мази? Ну, я же называл. Мухана Райана. Ну, это не вата. Вата Питус пока. Дан ватаром, вата Питус. Это банжена. Больше вата. Чистая вата. Для вата. Кампа, наверное, у нас не хорошо. Как каосторовое масло. Вот. Ну, и в целом я сейчас просто, ну, как бы, я вот не хочу углубляться в это. Такая, нам просто времени не хватит. Просто, как бы, кое-что назову. Да, хотел бы. Все проблемы уставов и соединительной ткани, по юлей, они как-то разделяют. На три, на три всего. Всего три существуют. Нозологических и гениц. Если, скажем, ревматические заболевания, ревматические, в современной медицине около двухсотых перечисляются, да, в боеведе всего называют трип. То есть, все сводят, так же, всего к трем процессам. Нужно же понять просто саму идею, да, от чего возникает, правда, болезнь. Ну, как бы, патогенез. То есть, это патогенетически делится на три просто основных класса и все. В соответствии с этим речится. Вот. Хотя есть, конечно, множество тонкостей там это. Я не говорю, что это все ограничено тремя диагнозами. Там есть еще определенные тонкости внутренние. Но это другая уже история. Значит, три. Первый называется амавата. Амавата связана, ну, большей степени с накоплением амы сначала, потом избытком капхи. Вот. С конструкцией каналов, там, как бы, и с воспалительным процессом, который возникает уже вторичная, как бы, это может быть аутоиммунный процесс, может быть инфекционный быть, это, как бы, там, как разовьются уже события. Но, собственно, в общем, все начинается, опять же, с этой амаваты. Капхи повышенной. Всяких продуктов, тяжело, обструктирующих продуктов. С питания начинается все, на самом деле. Все питание упирается в эти проблемы. Если человек заболел подобным ревматоидным какими-то заболеваниям или ревматическим воспалителем. Как же младенческие? Младенческие как? А-а-а. Есть еще компонент, ну, младенческие это что, с рождения сразу? Ну, нет, там лет с двух там. Ну, лет с двух это все-таки с питанием все это. Да? Конечно. Вот. И вторая, вторая, как бы, группа болезней. Второй класс называется ватарак. Там задействуется еще, вторично задействуется кровь, после, как бы, после того, как Ама из-за где-то пришла, там, и, ну, что появилась в теории. Кровь еще включается, пит-то подключается. Ну, как бы, например, подагра, это попадает, например, ватарак. Вот. Сопровождается это обычно поражением сначала мелких суставов конечности. Такой классической гематурой. Пальцем, например, на руках. Вот. Но это ватаракта, это не амавата. То есть, если по юридической классификации, то есть, допустим, амавата, она поражает больше крупные суставы. Обычно это блуждающее такое поражение. То есть, допустим, там, раз, там, плечо там, отекло там, опухло, ограничилось сближение, боль такая сравнивается с укусом скорпиона. Очень бывает. Ну, вот. Кто ревматурой, например, классический острый архив видел, тот понимает, почему. А потом, она вдруг в один день исчезает, например, с клеща. Нет, там, раз, на колени поедет. Колено разбилось. Дня два-три подержалась. Исчезла, буквально, ну, исчезает быстро. Перемещается там, допустим, на лодыжку. И так вот гулять. Вот. Потом хронизируется, обычно, этот процесс. Ну, и так являло, текуще становится. А при ватаракте поражаются сначала мелкие суставы обычно, то есть, при подагре поражаются на нижний, да, вот большой палец, вот сустав, да. Как бы такой красный, то есть, он воспаленный, красный, горячий, курсилователь. Потому что, как бы, разница в этом. В то время при амывате такого нет. Покраснения нет. Какого-то яркого воспалительного процесса. Ну, жарный. Призы как пить нет, поражения крови нет. Вот. И именно при ватаракте происходит деформация суставов. При амывате деформации практически не происходит. Летко вообще. Не бывает. То есть, потом подключилась еще вот эта кровь, задействовала ватаракта. Все подключилась, тогда поведет суставы. Эти вот, знаете, фотографии вот эти в интернете наберите, там, лемотоидные артыриты, вот эти вот пальцы искорежьи. Всегда. Мы тут подбирали картинку, вот. Просто страшные картинки. Наверное, что-то красивое было. Вот. И третий класс болезни называется сангивата. Это вот как раз козлы вот эти. Когда нет воспалений. То есть, это не воспалительные, а дегенеративные болезни. То есть, они связаны просто с издутком вата. Вот. Ну, и на самом деле, с ними проще гораздо все. Чем вот с первыми двумя. То есть, лечиться, ну, конечно, тоже было. Лечиться проще. Просто сам подход, яснее, проще. Там просто нужно действовать. Прогревание промазками, питание суставов налажено. Лучше. Движение нужно давать. Умеренное движение, чтобы. Чтобы шевелился, чтобы там движение какое-то было. Ну, как бы, вот это три. Это совсем другая история. Здесь нужно, как бы, разбираться. И нам даже времени это не хватит. Здесь часто, потому что не хватит. У нас на это вот в Москве сейчас заложено 16 часов. А в обзорах. Не только одно мы разберем, а мы вас. Достаточно серьезно. Просто так, даже в двух словах не скажешь. Может быть, какие-то попроще. Конституционально вот мы разобрали это. Это элементарно, по сути. Ничего сложного там совершенно нет. В принципе, вы можете это использовать даже. Все равно какие-то принципы сейчас все-таки произнес. И, например, если вы имеете отек, там воспалитель нет. Не надо делать промасливающую процедуру. Это нужно делать сухое прогревание, куда отек не сойдет. Отек сходит, потом уже можно промаскивать. В принципе, раскрыть. Можно применить. Вот. Ну и как бы надо, я все-таки хочу на этом актинге сделать, что гибкость это не самоцель, чтобы быть в йоге. Нет. Ну, может быть, кому-то это непонятно. Может быть, бывает, что люди начинают заниматься йогой и начинают потом лезть. Но не просят. Потом ходят травмированные, больные. Очень много людей все там начинают. Вчера, когда подошел молодой человек и говорит, ну, вы знаете, я вот как все, наверное, начал заниматься йогой и приплыл к какой-то момент. Слишком рьяно делся. Ну, давайте еще какие-то, может быть, по-грузку. Потому что я просто... Раз и по йоговской теме, да, у нас как-то... Скажи что-нибудь про наотропы. Про наотропы? Ну, это так называемые действия, которые называются медгья. Слово медгий или медгхан. Медгхи, правильно. Медгхи означает, ну, как бы, высшие пункты, которые включают в себя способность различать, так рассматривать свою жизнь. Говорит четко. Что такое? Медг. Медг – это значит, человек способен различать, дифференцировать что-то, да? Например, самое первое развлечение, которому должен человек научиться, это что хорошо, а что плохо. Относительно чего это вопрос возникает? Ему самому, что хорошо, а что плохо. Для него лично. Например, в питании. Что хорошо, что плохо, да? Да. Вот. А хватит ли разуму просто так разобраться? Вот сегодня вопрос такой, да, можно ли опираться на свои чувства? Нравится мне какой-то продукт? Да. Мне нравится, не мне, а мне, я. Я вижу пример. Человек, например, с какой-нибудь, там, проблемой с той же самой, там, амовато, я не знаю. Он говорит, а вот, вы знаете, мне нравятся такие вот… Нельзя это объяснить. Сыры с дужком. Мне кажется, что они мне полезны. Ключевое слово «кажется». А? Ключевое слово «кажется». Ну, хорошо, можно это слово, ключевое слово поменять. Я думаю, там, я не знаю, я уверен. Я уверен. Я чувствую. Я чувствую, да. Ну, разные слова можно применять, но можно ли доверять своему как-то, своим чувствам в этом смысле? Да. То есть, для этого говорится в текстах по юридически, говорится, что для этого существуют тексты. То есть, опираться на, как сказать, на влияние своего ума, как бы на какие-то там, нравится-не нравится, можно лишь в том случае, как бы… Они говорят, знаете, это такая тема есть. Говорят, вы знаете, мне мое тело подсказывает, что мне полезно вот это. Я часто это слышу. И, значит, это правильно. То есть, мое тело хочет. Тело какое-то такое отдельное существует. И диктует, что надо, что не надо. Вот. И в текстах по юридически конкретно, есть конкретные указания, есть конкретные вот такие. Вот. И мне говорится, что опираться на вот эти вот ощущения можно в том случае, если ты досконально знаешь текст. То есть, на основе… Ты можешь сделать вывод только не на основе своих ощущений, а на основе того, насколько это соответствует твоему тексту. Это эмпирическое. Шастра. Шастра есть руководством действия, собственно. Есть руководство. Ну, как мы еще? Ну, если будем эмпирическим путем все это вычискать, мы вам жизни не хватит. Ну, потом много всяких искажений там, всяких влияний еще внешних. Ну, можно так и все. Трудно сделать, трудно. Вот. А шастра… Шастра прямо объясняется, почему нужно доверять шастрам. Потому что возникает вопрос, а с какого я изменяюсь взгляда, я должен вообще доверять этому вот этой книжке в общем? Да, почему? Или как Чарка Санхид очень хорошо объясняется, там есть такая глава называется «Злава трех желаний». Там сначала поднимается вопрос трех желаний базовых человечеств. Желание жить, желание жить хорошо, ну, до старта. И желание… Желание следующей жизни. Жизни после смерти. Другого мира. Желание другого мира. Следующего мира. И потом такой переход, там все объясняется эта тема. Потом такой переход к авторитету. Кто такой авторитет? Автор. Вводится такое понятие автор. Кому как бы следует доверять. Авторитет значит тому, за кем следует доверять. Каким образом определить критерии вводится авторитет. И там определенные критерии описываются. И когда… А так как шастер и тексты, они составлены именно такими авторитетами, как аптами, и тексты. Поэтому они не имеют, говорится, обидно статус этих или искажений. То есть, они есть… Ну, это так кажется. Но, на самом деле, все очень хорошо доказывается. И там, после прочтения этой глыбы, начинаешь удивить шансы. Для этого, наверное, это не значит. То есть, объясните, пожалуйста. Допустим, если вот в течение недели хочется каждый день есть йогурт. Ешь, ешь, ешь – нормально. Обыкновенно. Да? Ну, в следующей неделе очень хочется есть, я не знаю. Ну, теоретически, да? Какие-то бабоклы. Ты их употребляешь. Как бы, если ты заглядишь текст, не так, что там будет такая информация, то, что тебе это полезно. Да? Теоретически. Но у тебя организм это просит. Не верить организму? Нужно разобраться, почему организм просит, если он просит. Или это просто ваш, вам просто вкусно? Ну, мне обычно мало что вкусно, поэтому у меня… Вы рассказываете мне сказки, да, конечно. Ну, серьезно. Я серьезно вам и отвечаю. Ну, хорошо, ладно. Я вам серьезно отвечаю. У нас человек говорил про кофе. Спасибо вам. Нравится вкус. А на самом деле, не только вкус нравится. И эффект. Еще и эффект все-таки нравится. Ну, то есть, это надо с вами в частном порядке поговорить по этому поводу, как бы, почему вам там йогурт, там, вдруг, полюбился на неделю. Вот. Это может быть чем-то условно, но почему это так? Можно разобраться с помощью текста. Нужно рассмотреть свойства йогурта, открыть просто текст и рассматривать свойства йогурта. Его, 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 его вкус, его мир, его випака, его там, все вот вот эти вот панча… Ну, в общем, пять этих основных критериев, по которым оцениваем действие, свойства действия вящества. Скажите, а касаемо действия? Вы, понимаете, без текста вы будете гадать. Я сейчас что-то пытаюсь донести. Ну, вот захотелось, я неделю ела йогурт. А почему? Объяснения нет. Тело хочет. Во-первых, надо разобраться, почему тело хочет, если оно хочет. И хочет ли. Или это просто, ну, что-то там накатило, желание поесть йогурта в неделю. Это тоже бывает, особенно у женщин. Ну, уже чуть-чуть, конечно, да, но пока я слышу, мне кажется, это было удобно. Ну, я поэтому говорю, что сначала все-таки текст, а потом… Ну, если ты можешь сказать наотропам. Наотропам, я думаю. Значит, мы что-то тоже хотели сделать. Ну, на то, что тем, просто касаемо детей… Не наотропах? Нет. Давайте с наотропами теперь закончим. Да. Вот, это метод есть. То есть, различать, что полезно, что не полезно. Мы же от этого, от этой точки вылетели. В нашем разговоре. То есть, способность различать то, что вредно и полезно. Имеется в виду. То есть, мерам вреда и пользы. Есть такое, как бы… Аюрведы, говорится, чему посвящена Аюрведа. Есть такие сутры. Что такое Аюрведа? Чему она посвящена? Говорится, что Аюрведа посвящена мерам вреда и пользы. Одна из тем Аюрведов. То есть, человек должен очень четко понимать, что для него вредно, что полезно. Для этого нужно для начала общее какие-то сведения получить. То есть, понять свой конституциональный тип. Что подходит этому конституциональному типу. Что нет. Потом дальше углубляться. Подробности. Или там этические какие-то нормы. Что хорошо, что плохо. Вот как у Маяковского. Крошка. Сын, в конце концов, шелкнул и так далее. Что хорошо, что плохо. Это все внушается нам с детства. Что хорошо, что плохо. Например, это этические нормы. И в Аюрведе они прописаны прямо целыми. Главные отдельные. Этические нормы, которые именно важны в контексте поддержания здоровья, психического здоровья, умственного здоровья. И телесного в том числе. Потому что телесное здоровье тоже зависит от того, соблюдая человека и текуя. Потому что если он, допустим, не знаю, там, ворует, он все время будет находиться в напряженном состоянии. Понимаете? То есть, он не будет чувствовать себя, скажем, свободно, спокойно. Где-то постоянное напряжение нервное, оно все время, ну, в свое время скажется. Тереть болезнь. Ну, это так. Самое простое. Затем... На весу врач-реаниматолог тоже скажется. Не понял, что? Если напряжение, врач-реаниматолог тоже скажется. Напряжение. Ну, в смысле, работа такая? Да. Вы про себя? Нет. Врач-реаниматолог, ну, это особая профессия. Ну, вон, Марьяна, врач-реаниматолог. Она вот голову опускает, видите. Она с мерендой уже какая-то. Она ездит на роликов в отделение. Ночью. В белой проводе. Ну, это так. Чтобы тихо было, без шума. Ну, это я просто шучу на самом деле. Ну, она ездит на самом деле. Ну, представьте, реанимационное отделение, врач-реаниматолог. Ночь в белом холодном. Я предлагаю лучше всверху одеть. В росту. Правильно. Человек быстрее там. Контракт хватит, конечно. Принянуть ему удобно. Ну, это тяжелое, конечно, реанимация потяжелее. Ну, это подвиг, можно сказать. Ну, даже там можно научиться не напрягаться. Ну, это большое умение. Спасибо. Очень просто. Потому что каждый день ты видишь смерть. Это не так просто. Проносить. Ладно. Ну, да. Это может вызывать натяжение. Но лучше тогда уже, не знаю, не работой заниматься, чем работать. Если будет так, ну, человек так относится к этому. Чем он там тогда находится? Жизнь-то проходит. Итак, ноотропы. Значит, второй аспект ноотропного действия — это мусил укрепления. Первый аспект — укрепление способностей развлечения. Ну, это касается многих, как бы, аспект еще, ну, там, не знаю, ну, понимать это означает просто что-то, да? То есть, схватывать, вычленять какую-то информацию, обобщать какую-то все. Аналитические какие-то способности. Потом вторая часть, которая включает в себя это действие методик — это способность следовать выбору. Или терпением еще, так называют. Понимаете, да, о чем речь? Вот человек понял, что ему плохо пить алкоголь. Ну, он это понял, но продолжает пить. То есть, у него нет, вот это первое называется «дхиастект», а называется «дхайи». Способность следовать, способность следовать выбранному, да, или способность вообще какой-то терпимости. Терпеть просто. Терпеть какие-то невзгоды. Потому что жизнь, она все-таки не из одних пряников. Вот, и даже пряники терпеть надо. Вот. И третий аспект, он называется «смыть». Смытье означает способность помнить. Ну, память как такова. Причем интересно, что в аюрведе, когда комментируется, что такое «смытье». Говорится, что «смытье» — это способность помнить текст. Тексты, шастра. Опять все туда сводят и сходят. Ну, потому что так должен быть какой-то эталон. В общем, ну и вообще память в принципе. Ну, в первую очередь, это способность запоминать тексты и помнить их потом. И действовать в соответствии с ними. Различать на основе текстов. И следовать этому выводу еще. Ну, например, этические нормы — «не убей, не укради». Так? Нужно же об этом помнить. Нужно еще различать, когда ты там воруешь, а когда не воруешь. И способны быть, как бы, не воровать, держаться этого выбора, да? Вот. Вот такие три аспекта — это как бы те, как, ну, как во Евгении рассматриваете «ноотропное» действие, так сказать. Искать какие-то аналоги, да? Ну, и существуют препараты, которые растения и просто продукты питания, которые обладают таким действием. Вот. Их называют «медги расайны», там, допустим, или просто «медги» действия обозначаются где-то, да? Например, топленое масло обладает таким действием очень сильно. Наиболее всего, больше всего подходит людям «пито-конституции». Вот. Или людям «пито-конституции» с таким действием наиболее подходит простая «салутка голая». У нее очень ярко выраженные действия «медги». Хотя, нам кажется, мы все время ищем чего-нибудь там поэкзотичному. Гинкобилоба. Гинкобилоба — это брахмин. Мы сейчас отойдем до этого. Вот. Значит, ой, гинкобилоба — это не брахмин. Гинкобилоба — это брутуковый средство. Гинкобилоба — это гинкобилоба. Горведя — это неизвестное растение. Хотя оно описано, опять, позже. Оно растет в… Вот, там есть ли те вот? Дагжилинг. Ну, там растет. Ну, то есть, вот, Бенгалия — там, выше Гималайя. Ну, да. Ассамфа. Вот так растет там. Ну, в общем, там оно известно. Там даже есть, оно включено, вот, всякие фармацевтические справки. Забыл название, к сожалению, санскритское. Ну, в общем, оно известно. Вот. Потом… То есть, подушим это все надо, конечно, удивить. Например, для Капхи очень хорошо подходит аир-балу. Водать синим очень надо трудно быть. Простых, сказать. Ну, все осталось ватой. Для ваты там… Так вот, чисто, что для ваты, ну, такого, я думаю, сейчас что-то я на вскидку не вспомню. Ну, вот для ваты вата-пита можно использовать. Успокаивать вашу питу. Это, например, брахма. Брахма. Вот. Есть средства, которые все тритоши успокаиваются с действием меди. Это, допустим, джатаманси. Сегодня я его назначу. Джатаманси успокаивает все тритоши, особенно ваты и дым. Это нард, нард индийский. Семейство валерьяновых, но это не валерьян. Валерьян обладает горячей вирью, притупляющим действием как бы, джатаманси. В то время как джатаманси холодную вирию имеет и, наоборот, проясняющую действием, но аксилитическую вирию. То есть, как бы, тревожность снимает, такую вот эмоциональную какую-то нестабильность, да, успокаивает, стабильное эмоциональное состояние делает. Но при этом нет такого действия, как бы, седативного. Голова не варит. Наоборот, голова варит в меди действия, наотроп. Валерьяну нельзя наотропом-то назвать. Валерьяна часто имеет действие такое, парадоксальное действие. То есть, например, для людей питая конституция, у людей питая конституция иногда, ну нет, он называет обратную реакцию, возбуждает, вместо того, чтобы успокоить. Вот, а в чем, а, молоко. Молоко просто обладает свойством меди. Кому? Да к кому, да к кому. Конечно, людям капхи оно не совсем подходит. Ну как, ну его просто надо уметь употреблять для всех конституций. То есть, со специями его там. Для капхи очень хорошо, если молоко разбавлено в два раза водой и такой горячим. Отдельно от других. Вообще, молоко желательно употреблять отдельно от всех продуктов. Молоко не совмещается ни с соленым, ни с кислым вкусом. Поэтому, в общем-то, с зерновыми, например, оно может сочетаться, но при этом солить кашу нельзя. Кашу уварить. Для пикты, например, молоко желательно употреблять остуженным до теплого состояния после кипячения. Вот, вторичный, видите, чтобы не кормить. Вот, для ваты тоже нужно. Горячее. Молоко обладает сильнейшим действием медиа. Мочится. Обычная молока. Вот, что еще? Ну вот, а в чем этот вопрос? Просто по назывателям никак? Посоветуйте. У меня еще два вопроса. По называли. Можно вопрос? Нет, это из таких частей. Из таких, из доступных просто мы называем. Посоветуйте что-нибудь из... То есть, дайте, пожалуйста, совет по поводу препаратов или продуктов, которые увеличивают мышечную массу. Ашваганда. В первую очередь. Мясо. Это не для мяса. Много мяса. Ну, это, конечно, не для вегетарианцев. Но из растительных средств ашваганда, в первую очередь, есть такое средство, называется ашвагандха-де-лехим. Нет, есть аджа ашвагандха-де-лехим. А есть ашвагандха-де-лехим. Люди, если в перегистое нет аджа-словое, то аджа – это значит коза. Там козье мясо. Там коза в этой банке. Сваренное с сахаром. Варенье с мясом. Ашвагандха-де-лехим. Ашвагандха-де-лехим. Если как-то сварить, опять к одному еще. Не усложнение. Не множе в сущности. Ашваганд. Идеально, кстати, для увеличения мышечной массы. Для увеличения мышечной массы еще очень хорошо подходит такой бобо, это называется уроддал. Чертный бобо. Но с ним надо поосторожнее, если конституциональный тип питокапты. Ну, питокапты и высадкой мышечной массы нет. Ну, если в обычной ситуации. Не про болезни. То есть он способствует приросту мышц и жира. Уроддал. Масса тела увеличивается. Масса тела увеличивается. Поэтому при ожирении мы говорили, он противопоказывает. Помните? А при состоянии, когда недостаток веса, тогда прямо выкармливают именно этим. Уроддал. Уроддал. Он очень быстро увеличивается. Для ваты очень хорошо. Он горячий. Эту капку увеличивает. Вата увеличивает. Вата увеличивает. Питает семя, жировую ткань, вышечную. Уроддал. Уроддал. Продается в индийских моделях. Широко используется в индийских моделях. Уроддал. 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 Он вызывает гидротацию кожи, то есть он как бы иллюзию увлажнения создает. Я, честно говоря, пробовала всевозможные средства, вплоть до всяких там профессиональных кремов и прочих для атопической кожи и прочих эффектов. Не вызвало никакого. Ну, во-первых, нужно понимать, что у вас общесухость, она присуща вам конституционально. То есть она вас преследует всю вашу жизнь. Ну, может быть, раньше не замечали, в детстве не обращали внимания. Ну, раньше это было, скажем так, в меньшинстве. Ну, хорошо. Но, тем не менее, то есть это было. Да. Поэтому это просто как некая конституциональная особенность в связи с вашей конституцией. И, в принципе, не нужно думать, что, ну, нужно надеяться, что это можно как-то успокоить. Но для этого уже, видимо, больше просто усилий. Ну, то есть, может быть, это какой-то фактор бьеды еще добавить? Бьеды, конечно, это 100% добавить нужно то, что мы говорим. То есть, как бы увлажнить тело, для того, чтобы увлажнить тело, нужно добавить более жирной должна быть пища, маслянистая, да, и немного больше соли. Это и согревает, и, скорее всего, очень нежно, и, по-своему прочее. То есть, это согревает, соль она как бы согревает и задерживает воду, и как бы увлажнить на тело. И массу надо немножко повысить. Ну... Налезть. Вы просите рекомендации? То есть, увеличить массу тела. То есть, те рекомендации, которые вы меня не дадыли на оживение, вам все наоборот. Мне бы сейчас не было. Ну, к сожалению, так. То есть, вот, например, урандал нужно использовать прямо, буквально каждый день его есть. А вот, например, зеленый марш, вам противопоказан, вывод не дает. Черный марш, риса много надо есть, пшеницы много надо есть, спать после еды. Ну, то есть, крахмалист... По слову, еще крахмалисты, в ч vestedамаказан. Да не то, что крахмалисты. Ну, в том числе и крахмалисты. Не то, что devient до его разговора, потому чтоします... То, что успокаивает жизнь. Ну, как бы, увлажняет, согревает, успокаивает вату. Это все важно. uteac象 действия имеют крахмал. Не должно быть действия, уменьшающие вес тела, уменьшающие ткани. eе животное, жировое, мышечное числе . Вот. То есть, нужно увеличивать вес. Идем спать, после еды спать. Жить в очень спокойном режиме. Комфортно. Ну, я, да, не смеюсь, конечно, потому что я про вас рассказываю. Лечение-то должно быть в очень спокойном режиме, тревог не должно быть. То есть, такое состояние должно быть. Очень уравновешено. Вы должны были дружины заботой. Обидеть на них все поожрениям. Все поожрениям. Вот, то есть, высыпаться нужно. Ночное бодрствование противопоказано. Вообще нельзя ночью бодрствовать. Вы, скорее всего, еще и ночью бодрствовать. Ночной сон должен быть так длительным, нормальным. Восемь часов минимум. Днем поспать пять часов. Сейчас малыш не дает. Да, это такая мечта, да? В данный момент, да. Но, тем не менее, эту мечту надо осуществить. И тогда вы скомпенсируете эту сухость. Она у вас уйдет все-таки по степени. Просто мазаться маслом, ну, до какой-то степени вы будете, конечно, компенсировать. Ну, не до конца. Компенсация перестала на каком-то этапе работать. Ну, потому что у вас другие факторы. На начале она еще как-то помогает? А где жили? А? Где жили? В Москве. А, ну. Переехать. Да, переехать. Какое-то подобное место. Ну, вот здесь, кстати, в принципе, вот за три дня все прошло. Ну, я просто и говорю. То есть нужен покой, хорошее питание, сон, Нет. Добрая компания, забота, любовь. Все такое. Это всем нужно. Нет, не всем. Нет, не всем. Нет, не всем, не всем. Поэтому у нас вот эта склонность вот все обобщить, конечно, она интересна. Забота ведь не нужна. Забота нужна всем. Ну, для некоторых забота просто... Окружающих состоит в том, чтобы его просто пнуть и разбудить. Наоборот, не дать спать. Забота, понимаете? К сожалению, он, например, лег спать днем. Позаботиться о нем. Подойти ему. Разбудить его. А вот есть ли какие-то рекомендации, быстрые при ишиасе, ну, при закупорке коронавтных артерий. Подождите, ишиаса, закупорка коронавтных артерий. Ишемия? Ишемия, да. Ишемическая болезнь, собственно. О-о-о. Что значит быстро? Ну... Типа если болезнь. Как это значит? Ишемическая болезнь, как это? Быстро? Что значит? Быстро. Я вспомнил, когда человек 90% затуховки. Нитроглицерин. Ну, нет, ну подождите. Ну вы хотите быстрого эффекта? Ну, это смена питания, смена климатической зоны, наверное. Да мне поможет. Ребят, слушай... Например, операцию уже сделано. Ну, да. Тут очень частный вопрос. Т.е. я что вам сказал? Ну, какой-нибудь карпурати, чего нам назовут там? Какой-нибудь порошок там с камфора? Камфора порошок там не был? Ну, такая, природная камфора. Ее рассасывают под язык. Ну, вроде. Прископы чем-нибудь. Что там? Прископы, что-то. Нужно разбираться с собой. Чем обусловлено решение? Чем надо обусловлено? Трон? Конечно. Шут поставить? Ну, нет. Уже расширили там все эти три возможности. Ну, в общем, Ребят, это частный вопрос. Это не так просто. Розовите что-нибудь, что расширение, что это такое дело стоит. Ну, с возрастом не скажу. Ну, понятно, что это с возрастом приходит. Причины все равно есть. Причины все равно есть. Сделать удостатку. Просто, это не такой быстрый, как вылез. Нельзя, ну, все, коридорно, просто консультация, коридорно. Что пришить? Назовите средства приошения. Доктор его видел, делал вам халатик. Назовите. Так, стоять. Средства приошения. Назовите. По заболеваниям, которые так говорят, наверное, вообще. Смертельно опасные заболевания, если не шутят. Андрей, а есть какие-то критерии, вот как понять вообще медицинскую клинику, да, там, или в Индии, или там, сейчас очень много микробов открывалось, клиник вообще. Но у меня сейчас это подозрение, что это ни о чем. Можно заплатить много денег, а в итоге получить еще хуже результат, чем было за этого. Нету никаких критерий, скажешь. Для этого надо просто изучать или уведу, чтобы понять, чтобы вычислять, что они там не так делают. Ну, я не знаю, какие-то общие, я не знаю даже, что назвать там. А что вас беспокоит конкретно? Ну, не то, что беспокоит, но просто я знаю, что, например, открылась на 5 клиник, например, и у меня вообще больших сомнений, насколько эти люди профессиональные, что они делают. Значит, они просто как бы там. Может быть. Ну, я, например, была в Индии, и мне поставил врач, что у меня пита, я была с ним не согласна. Почему? А? Потому что я вижу, что есть фаза тоже ваше. Да вы что? Ну, мне так кажется. Ну, мне так кажется. Ну, у вас это пита, да? Ну, может, ну, не знаю. А я думаю... Я тоже врач не знаю. А? Ну, конечно. Субтитры подогнал «Симон»